Привет ребят, у микрофона Хомиш, и сегодня у меня для вас свежий выпуск хороших новостей технологий, и поговорим мы про последние новинки от AMD и Nvidia, а именно нужно будет вернуться к теме отмены 12 гиговой RTX 4080, далее поговорим о дефиците 4090, оценим как там обстоят дела у AMD, причем как и в случае с 7000 райзенами, так и с готовящимися 7000 радионами, а еще затронем AMD мобильные чипы, короче будет интересно, выпуск естественно разбит на главы, и ребят обязательно ставьте лайки, проверяйте подписку на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы остаться в курсе всех новостей. В прошлом выпуске я рассказал вам об отмене RTX 4080 на 12 гигов, это решение было принято Nvidia можно сказать в последний момент, ведь компании-партнеры уже готовили свои варианты данной видеокарты, напечатали коробки, собрали какие-то партии, и уже собирались все это в скором времени отправлять на склады магазинов, теперь им приходится удалять варианты данных видеокарт со своих официальных сайтов, хотя еще недавно и у MSI имелись свои версии и у Polit, даже у не особенно известного вендора у нас PNY, или же просто PNU, имелся свой вариант 12 гиговый 4080, В общем вендоры, мягко говоря, удивились такому решению Nvidia, но к счастью зеленые решили сгладить углы, они пообещали заплатить партнерам за отказ от данной видеокарты. Nvidia компенсирует стоимость картонных коробок, которые теперь придется уничтожить, а вот сами видеокарты еще пригодятся, ведь судя по всему 12 гиговая 4080 трансформируется в 4070 Ti, правда выйдет она, вероятнее всего, уже в следующем году, причем скорее всего со сниженным ценником долларов так на 100, а то и 200. Но есть шанс, что какие-либо новости по этому поводу появятся уже в ноябре, и возможно до конца этого года мы все-таки увидим еще одну 4000 карту. А вот что же до 4090 она успешно стартовала и в большинстве стран уже была распродана, причем это касается как и версии от вендоров, так и Founders Edition. К примеру в Германии из магазина уже просто не купить 4090, и даже на официальном сайте Nvidia они недоступны, при ценнике в 1949 евро. Да, американцы все больше задирают цены для Европы, и уже считают евро все более и более дешевым. Причем перекупы не растерялись, они уже перепродают Founders Edition 4090 на европейском рынке, начиная от 2500 евро. Хотя на том же Авито дефицит 4090 толком-то и не ощущается, за карту просят в районе 150 тысяч, а местами можно найти и дешевле. Выходит, прямо сейчас в России дешевле приобрести RTX 4090, чем в Европе. А еще из забавного, у себя в телеге я показывал RTX 4090 от вендора 51Risk, который еще известен как ASL и MLC. Согласен, все названия сомнительные, и многие обвиняют данного вендора в рефабе, то есть в сборке карт из вторичных комплектующих вместе с новыми. Но вот в случае с 4090 это как-никак новинка, и судя по всему риски напрямую работают с Nvidia, ведь они каким-то образом заполучили GPU и успели разработать свою уникальную систему охлаждения, где на торце имеются еще и два уровня. То есть даже если не будет компьютера под данную видеокарту, в хозяйстве ей все равно найдется применение. Хоть и ясное дело, что все это скорее украшательство, но возможно имеющие логику вроде того, чтобы вы понимали, карта стоит ровно, без каких-то там переклонов. Хотя под такого монстра в любом случае потребуется подставка. Еще 4090 отлично себя показала в программе по подбору паролей. Ее прогнали через инструмент под названием Hashcat версии 6.2.6, в чем новинка оказалась в два с половиной раза быстрее в сравнении с RTX 3090. О чем сообщил один из энтузиастов в твиттере, отметив как и саму Nvidia, так и разработчиков данного инструмента. Кстати говоря, свеженькую RTX 4090 в исполнении Battle Axe от Colorful можно приобрести в кремниевом драконе за 139 900 рублей. Причем если вы назовете промокод HOMESH, то получите гарантированные скидки и подарки, то есть ценник будет еще приятнее. Есть и другие варианты. Легендарный Вулкан также от Colorful обойдется уже в 159 000, но тут вам и совсем другое охлаждение. Либо вот вполне себе удачное исполнение от Galaxy за 146 000. Также у драконов в каталоге появились свеженькие видеокарты Intel Arc A770 и A750. Причем как и реевки от Intel, те самые Limited Edition, так и исполнение от вендоров Gunner. Топовая A770 в интересном дизайне обойдется в 37 000. И это все при том, что в играх она действительно близка к RTX 3060 Ti, но не имеет никаких проблем с памятью. И очень неплохо показывает себя в трассировке лучей. Само собой, у дракона имеется в продаже все, 13-е поколение процессоров Intel, а пятый 13600KF можно взять за 29999 рублей. Но в то же время пятый Ryzen 5 600X обойдется дешевле, его ценник 26500. Причем совсем недавно в каталог дракона были добавлены B650 платы, в среднем за 20 000, что очень неплохо как для новинки. Короче говоря, ребят, не стесняйтесь и обязательно заглядывайте в кремниевый дракон по ссылке в описании. Кстати говоря, AMD остались недовольны запуском 7000 Ryzen, которые, честно говоря, продаются хуже всех ожиданий. Да, большая часть продаж в рознице приходится на красные процессоры. Около 70% всех решений покупают именно от AMD. Но большая часть из них все еще приходится на AM4 платформу, а на AM5 уходит в районе 10-15% продаж, то есть совсем немного. И это неудивительно, ведь на том же New Egg Ryzen 7 5800X можно взять за 269 баксов, а за 5900X просят 399. В обоих случаях это очень хорошая скидка. И такая история со всеми решениями. Даже в нашей рознице 5000 Ryzen продаются по очень приятным ценам. Снижение затронуло даже решение с интегрированной графикой. Пока что самая крутая десктопная APU-шка Ryzen 5 5700G продается в DNS за 16500. Хотя еще весной просили за него 30-ку, то есть 5700G подешевел почти вдвое. И такая история с большинством моделей. Само собой, скидочные 5000 Ryzen привлекают куда больше внимания, чем свеженькие 7000 по фулл прайсу. Также сильно в цене упали и 6000 Radeon. Топовую 6900XT уже можно взять за 670 долларов. Кстати, старая болячка топовых 9 Ryzen отметилась и на новом поколении. Вы только посмотрите, Ryzen 9 7950X, работая без SMT, получает серьезный прирост производительности. А если оставить активным всего один блок CCD и также выключая SMT, на ровном месте получается четверть прироста производительности конкретно в Metro Исход. Да, само собой, ощущаться это будет и далеко не в каждой игре. Но точно такая же история была, начиная с 3000 Ryzen. У меня была сборка на 9 Ryzen 3 900X, и в играх он работал лучше без SMT. Прирост в среднем получался в районе 10%. Ведь по итогу у вас выходило 12 ядер на 12 сильных потоков, без вот этого разброса на 24 потока. Я даже подумывал на эту тему сделать отдельный видос, но потом глянул и понял, что подобных видео на ютубе не так уж и мало. Так вот, вся эта история сохранилась и в 5000 Ryzen, а теперь переезжает еще и на 7000. То есть, если вы хотите на том же 7900X или 7950X получить максимум FPS в играх, то как минимум лучше отключить SMT, а можно еще и оставить всего один активный блок CCD. Ну и просто, чтобы вы понимали, среди топа 10 самых продываемых процессоров на Амазоне вообще нет ни одного 7000 Ryzen. Первые три места у 5000, 5900X, 5600X и 5600G, а далее Intel 11, 12 и 10 поколения в перемешку с 5000 Ryzen. А вот по мобильному направлению в 7000 семействе Ryzen будет просто какая-то лютая путаница. И неудивительно, что AMD решили изменить нейминг ноутбучных процессоров. Ведь вы только посмотрите, что получается в итоге. Как минимум, среди 7000 энергоэффективных U-процессоров будут как и уже анонсированные Миндацина, так и некие решения с Zen 3-ми ядрами и интегрированной Вегой, плюс еще и крутые Фениксы на Zen 4-х ядрах и Рдены 3-й IGPU. И это все при том, что гарантированно мы получим еще и рефреш актуальных 6000-х мобильных Ryzen'ов семейства Rembrandt. То есть по итогу в одном 7000-м нейминге будут заложены как минимум 4 совершенно разные линейки. А среди производительных 7000-х чипов может оказаться еще больше путаницы. Ведь там ожидается совершенно отдельное высокопроизводительное семейство Dragon Range. К счастью, с видеокартами такой путаницы быть не должно. И, например, производитель блоков питания EnerMax, похоже, что спалил будущий модельный ряд этих видеокарт. Мало того, что в их калькуляторе блоков питания, помимо 4090 и 4080, уже имеются 4070 и 4060, так еще и в случае с AMDшными RX отметились 7950XT, обычно 7900, 7800XT и 7700XT. Их пауэр-лимиты похожи с решениями от Nvidia. Но все же топовая 7950XT предварительно будет потреблять не более 420 ватт. А вот все остальные карты плюс-минус сопоставимы с решениями от Nvidia. Также забавный факт про будущие красные видюхи. По всей видимости, они будут поддерживать дисплей-порт версии 2.1. Тогда как RTX 4090 поддерживает только дисплей-порт версии 1.4. То есть, AMD как бы предварительно готовы к поддержке дисплеев с разрешением 16К, или, например, к 2-м 4К на частоте в 144 Гц, ну или 3-м 4К при 90 Гц. Все эти спецификации ощутимо интереснее, чем у дисплей-порт версии 1.4. И непонятно, зачем нужны все эти крутые циферки на 4090, если по факту карта не поддерживает даже дисплей-порт версии 2.0. По официальным вопросам к Nvidia, они ответили, что нет смысла добавлять дисплей-порт 2.0. 1.4 поддерживает все актуальные стандарты. Это похоже на историю с айфонами и лайтнингом, который уже давно устарел. Но купертиновцы его все пихают и пихают в свои айфоны. Тем не менее, со следующего года похоже, что им придется перейти к стандарту Type-C, исходя из последних решений, принятых Еврокомиссией. Но это так, просто немного офф-топа. Возвращаясь к 7000-м Родионам, я бы хотел вас заранее предупредить. Да, по голой производительности они будут очень даже ничего. Но напомню, ребят, в трассировке лучей эти карты явно проиграют 4000-м Рексам. Они скорее доберутся до уровня амперов в плане рейтрейсинга. А вот просто по количеству FPS в различных киберспортивных проектах, вполне возможно 7950XT будет быстрее обычной 4090. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, да и касательно других новостей в том числе. А также, ребят, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать никакие видосы. Спасибо за просмотр, удачи и до новых встреч.